От головы до колен. Второй номер через одежду чувствует исходящие от ваших ладоней тепловые электромагнитные волны, движение воздуха или легкое покалывание и, вероятно, что-то еще, пока ему неизвестное. Внимание! В последнее время возникли методики, позволяющие вводить информацию сразу в бессознательную сферу. Одним из методов воздействия на первую сигнальную систему и торможение активности коры головного мозга являются пассы руками. Пассы руками отключают левое логическое полушарие и позволяют через мысли-образы открыть путь к правому образному полушарию методом перевода биообъекта в мир восприятия внутренних ощущений. Мощные пассы руками являются также энергетическим воздействием всего организма, связанные с нервной, дыхательной и сердечной деятельностью человека, позволяющие включать резервные возможности в экстремальных ситуациях. Пассы руками создают плотность концентрации энергии, обнаруживая пустоту пространства противника, подавляя его волю и указывая направление воведения из равновесия. Следующий принцип бесконтактного боя – это вербальные воздействия на вторую сигнальную систему через словесные сугестивные внушения, прямые или косвенные, что приводят к сужению сознания и вызывают стресс, удивление, страх, испуг, аффект, ступор за счет неожиданного сигнала раздражителя по одному из органов чувств, что подавляет волю противника. Вербальные психические воздействия – угрожающий крик, вой, свист, рык или произнесение определенного текста в определенном темпе и с заведомо мощным информационным и эмоциональным содержанием, снижающего способность человека оценивать ситуацию и даже блокирующего его психическую и деятельную активность. К техникам бесконтактного боя можно также отнести применение психотропных средств, аэрозолей, духов, вызывающих внушаемость, расслабленность, повышенную разговорчивость. Применение психотропных аппаратов в области излучения различных диапазонов частот, вызывающих внутренние разрывы органов, порезы, подавляющие волю, блокирующие память, вызывающие внушаемость. Наверное, большое значение имеет то, что он как бы не ориентацию теряет, но он как бы теряет ориентир, наверное, его центральная нервная система. Сдвигается понятие, где-то там, где должны быть препятствия, ее нет, и в этот момент им начинают правильно управлять. Потом я думаю, что энергетика, я ведь не думаю, многому можно научиться в этом деле, но это я сейчас оценю то, что я видел. Но, наверное, в природе должно быть много чудо-нот, там ведь все-таки имеет значение. Я понимаю, что было воздвижение, наверное, какая-то энергетика внутренняя, да, вот умение там своей энергией, где-то направить свою энергию на объект и уже как бы подчинить его своей воле. Боевая система спецназа, вот именно она, на мой взгляд, она дает ответы на эти вопросы. Учит не бояться действовать в различных ситуациях и не бояться любого противника или соперника. Я пришел, увидел, победил. Я пришел, увидел, убедился. Все, что здесь было на диске, это реально, является, конечно, реальный удар, реальная попытка нанести укол. Я являюсь военнослужащим, долгое время, уже много лет служил в горячих точках. Такого я, конечно, не видел. Я читал о этой системе бесконтактного боя год назад, мне друзья посоветили. Я не поверил. Приехал, взял адрес и увидимся. Я приехал только за системой рычагов, физики, динамики получил больше, чем я ожидал. Продолжение следует...